Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает, эфир тоже. Ровно так, как я вчера и предсказывал. С 65 тысяч упал биткоин на 59. Это мой телеграм-чат. Трейдеры как раз это обсуждают. Посмотрите, какое падение. Вчера, как я и сказал. Только сказал, будет падать и ты дыш. Ровно так, как предсказывал. Индекс страха и жадности. Снова вернулся в зону страха. Ставка финансирования негативная. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, эфиру. Покажу вам свой торговый аккаунт. Я вчера все продавал перед этим падением. Многие зашли в шорты. Многие меня благодарят. Поздравляю, ребята. Мы сохранили много денег на этом падении. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И смотрите, какое падение. Биткоин идет вниз. Тут восходящий клин. И цель по выходу из этого клина это 54 тысячи. Биткоин опустился к уровню поддержки. Там поддержка на 57. Давайте переключимся на недельный таймфрейм. Сильное падение. Стахастик развернулся вниз. Криптогурубот держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Вчера в покупку еще не перевернулся. Этих ботов вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Теперь идем на дневной. Стахастик направлен вниз. Выход из этого восходящего клина, о котором я вчера говорил, о котором предупреждал. Давление, давление, вниз выходим. И цель этого падения мы можем определить по основанию этого клина. 54 тысячи долларов. И поддержка, поддержка на 57 тысяч. Одна из них. Но еще более крупная поддержка на 54. Смотрим еще где уровни поддержки. На недельки давайте. Основные уровни поддержки я старые наверное поубираю, чтобы можно было все четко увидеть. Итак, основные уровни поддержки. ТД еще вот здесь. 50. Вот тут уровень поддержки сильный. На 52. 200. Но на самом деле повыше можно было бы открываться. 53 может, но все-таки похоже на 52. Даже тут мы опускались на 48. Там сильная основная поддержка. 48. Также еще одна. Вот здесь. На 53. Бычий флаг. Все еще. Но тем не менее падение было. Но в долгосрок-то мы видим все-таки большой бычий флаг. Давайте вернем то, что было. Вот они уровни поддержки. Эти поддержки-то уже и были у меня. Короче говоря, биткоин все еще в бычьем флаге. Перейдем на дневной. 54 тысячи. Цель по этому падению. И также 48 тысяч. Тоже основной уровень поддержки. Смотрим на 4 часа. Все идет ровно так, как я предсказывал и вчера предупреждал. Сильное падение на биткоине. Идем на уровни поддержки. 54 тысячи. Хорошая зона для покупки. Биткоин опустился на 58. Какая распродажа на этом падении. Давайте посмотрим на часовом. Какие массивные продажи. Я вчера предупреждал, что будет это падение. Давайте посмотрим на Бинансе. Это все случилось после этой новости, что на Бинансе, что Бинанс конфискует у палестинцев. Палестинцы теряют деньги на своих аккаунтах, на Байнанс. И было такое падение. Это получается почти 10 тысяч биткоинов было продано в этих часах. На Байнанс мы перешли на минутку. Вот куда падал биткоин. И вот смотрите, тут тысячи биткоинов должны были продаваться и покупаться. 395, 585. Это все за минуту. 383, 236. Это было дно. И затем разворот, отскок. Опускался биткоин на 58 тысяч. И затем отскочил на 59. Но в предыдущие разы, когда так опускался биткоин, там объемы были, какие были. Давайте перейдем на 15 минут. Тут мы видим две свечи. 2711 биткоинов. Торговый объем. И 2200. Такие свечи. А если мы вот перейдем на предыдущее падение. Давайте найдем, где там биткоин падал. Аналогичную ситуацию давайте посмотрим. Вот здесь, на этом дне, на этом падении, что у нас было? Здесь у нас было 1154 биткоина. Торговый объем. И потом был разворот. 1154, тут 675. Но в этот раз у нас было... В этот раз у нас было 2711 и 2200. Вау. Это сильная распродажа. Но тут похоже на медвежий флаг. Давайте вернемся на 4 часа. Все еще этот восходящий клин. Цель тут понятна. 54. Сильная поддержка также вот здесь. На 56. Да, интересно. Начинать ли уже затариваться или нет? Может быть, еще лучше подождать на 54, пока опустится. Давайте перейдем еще, посмотрим на другие графики. На эфириум теперь глянем. Хочу пройтись по многим активам. Посмотреть общую картину. Вчера я там расставлял ордера на покупку. Так что надо проверить. Эфириум тоже упал. И подошел близко к моей цене входа. На 2300 я ставил. Такая торговая идея. Эфириум опускался на 2381. А цена входа у меня стоит на 2316. Сильная поддержка на эфире. Если мы перейдем на недельный таймфрейм и поищем там поддержку, то одна поддержка вот здесь. 2300. Основная поддержка опять же на 2000. 2030 долларов. Отличная поддержка. Близко уже подошел эфир к моей цене входа по этой торговой идее. Теперь перейдем на Bybit. На Bybit у меня все хорошо, я ничего не потерял. 609300 долларов. Вчера я все продавал. Смотрите, где я продал. Круто, да? Зацените, какие сделки гениальные. Показываю. Это на споте. Биткоин. Ну, короче, смотрите по эфиру что. Да посмотрите же. Какой красава. Я купил эфир по 2093. По 2093 купил. И вчера всех предупредил и продал. По 2700. И я поставил заявку на покупку. На 2300. На 17 эфиров. Давайте поправим. Откорректируем эту заявку. Поставим на 10 эфиров. По 2300. Потому что близко уже эфир подошел. Цене покупки опустился на 2391. Такой пока что минимум по эфиру. На этом падении. Давайте купим. Купим 2 эфира прямо сейчас. Купили. И затем дальше. На 2300 стоит заявка на 10 эфиров. Давайте добавим еще одну. На 10 эфиров. По цене 2098. Там же где я брал в прошлый раз. Итого. Теперь две заявки. По 298. И где там еще одна. Да. По 2300. Итого 20 эфиров. В общей сложности. Если считать обе заявки. Отлично. И прямо сейчас взял по текущей цене. Теперь смотрим на Uniswap. И опять же посмотрите на мои покупки на Uniswap. На мои трейды. Я перед этим падением продавал Uniswap. Всех предупреждал и продал. Затем купил четко на дне. По 4.70. Отскочил Uniswap. Я продал. По 6 долларов 40. И теперь снова опустился Uniswap. Где у меня стоит заявка? На 5 долларов 40 центов. Давайте перейдем на график. Посмотрим. Uniswap 5 долларов 67 центов. Круто же. Все четко предсказал это падение. Посмотрите. Бдыж. Вчера предсказал и упало. Идеально. На 5 долларов 40 центов у Uniswap поддержка. Где там еще у нас поддержки? Давайте смотреть. Я конечно не ожидал, что прям так быстро все произойдет. И такое сильное падение прям за один день. Вчера я поставил там заявку. На 5.40. Также еще один уровень поддержки. Находится вот здесь. На 3 доллара 87 центов. И еще одна поддержка. Вот здесь на 4 доллара 70. Это на недельном таймфрейме. Мы смотрим. Ну Uniswap уже близко подошел. К 5.40. Также поддержка на 4.70. И 3 доллара 80 центов. Почти активировалась моя заявка на покупку. На 5.40. А Uniswap опускался на... Куда он опускался? На 5.59. Очень близко подходил. К цене активации. Почти упал прям туда. Вау. Ну то есть я думаю, что еще больше будет падать. Честно говоря. Ну давайте возьмем. Может быть на 2.000 долларов. Прям по теку... Нет. Давайте на 4. Нет. На 5.000 долларов по текущим возьмем. Как я вчера предсказал-то все? Вау. Ну я прям сам от себя. Так. На 5.000 долларов берем Uniswap. Также стоит заявка по 5.40 долларов. На 25.000 или на сколько? 5.500 юни по 5.40 до умножить плюс-минус 25.000, может быть 26.000 долларов. Где-то такой объем заявки. И также у меня я только что эфир брал. И затем давайте еще поставим заявку. Так. 5.40 здесь на Uniswap. На 25.000 будем говорить. Давайте поставим еще ордера. На 4.70 и 3.80. Возьмем там 5.000 монет. Это будет на 19.000 долларов по 3.80. И какая там была еще цена? 4.70 доллара. 4.70. Здесь возьмем на... Давайте тоже 5.000 монет возьмем. Это будет на 23.500. Итого. 5.000 юни по 4.70. 5.000 по 3.80. 5 на 4.70. Короче. 25.000 там. 20.000 там. Плюс еще по 5.40. Тоже 25.000. Но тут уже близко подошел юни. Давайте тогда сократимся. Возьмем 3.000. Или даже меньше. Потому что мне кажется, все-таки пройдет ниже юни. Возьмем 2.000 монет. По 5.40 долларов. И теперь... Вот эти у меня ордера расставлены. 5.000 по 4.70. Только что я тоже взял. 5.000 по 4.70. 5.000 по 3.80. Короче. Тут 25. Плюс 20.000 долларов. Это... Плюс там еще это... 50. Плюс... Тут 2.000. 15. Идеально. Идеальные трейды. Теперь идем на Dogecoin. Doge тоже вчера. Я продал Dogecoin. Все продал. Лайпдэш. Вот где я продал Dogecoin. Где я купил Dogecoin. Вот тут я купил. Где-то примерно по 10 центов. Я на самом деле покупал там на самом дне. Еще раньше. Я уж не знаю, почему Бабит это не показывает. Но я брал. Прям вот на самом падении покупал. А вчера я все продал. Я там купил. Там продал. Теперь Dogecoin опустился на 0.96. Опять же очень близко к моей заявке на покупку, которая у меня стоит на 0.073. Давайте посмотрим на Dogecoin. Что на графике? Это недельный таймфрейм. Торговую идею убираем. А, кстати. Dogecoin-то очень близко подходил к цене активации по этой торговой идее. Опустился на 0.96. Но падают торговые объемы. Dogecoin все еще в этом нисходящем клине. Такой массивный большой клин. Ну, похоже, что Dogecoin может пройти еще ниже. Проверим на дневном. Тут медвежий флаг, о котором я вчера предупреждал. Прям вот так и сказал, что медвежий флаг, и будем выходить из него вниз. И вышли. Ровно так, как я и предсказывал. Теперь на недельный смотрим, ищем поддержки. Супер сильная поддержка находится на 0.74. И еще одна сильная поддержка. Здесь по 81. Ну, вчера не сказать, что было прям сильное падение на Dogecoin. 7%, но с 11 центов получается на 0.97. Да, я бы оставил эти идеи на 0.81 и 0.74. У меня стоит заявка на 0.73. 958 тысяч Dogecoin. Это сколько будет в долларах по 0.73? Давайте это поменяем. Потому что я хрен пойми, сколько это. Поставим заново. Dogecoin я хочу взять по... По чем? 0.81 и 0.74. Давайте купим по 0.81. Возьмем на 10 тысяч долларов. По 0.081. На 10 тысяч будем брать. И еще одну заявку поставим на... Куда? На 0.74. И самый худший сценарий по Dogecoin. Это будет 0.57. 52. Хочу так разбить заявки на покупку. 0.81, 0.74 и 0.53. Так, по 81. На 20 тысяч долларов. Может упасть ниже. 20 тысяч. Давайте возьмем по 10 тысяч долларов. Такую заявку поставим. По 0.81. И на 5 тысяч долларов возьмем прямо сейчас. А теперь 81, 74, 53. Давайте ставим на 0.74. По 10 тысяч тоже будем брать, чтобы не заморачиваться. И самый худший сценарий. 0.053. 0.53. Ну тут давайте, ладно. На 20-ку. Итого. Такие заявки по Dogecoin. Расставлены. На 0.53, 0.74 и 0.81. Это 10 тысяч. 10. 20. Итого 40 тысяч долларов. Прекрасно. Сколько Dogecoin я купил прямо сейчас. Это мой торговый аккаунт. Разбивочка. 405 тысяч долларов в USDT. Вчера вышел в USDT. Все продал. MCRT на 66.900. MCRT пока не продаю. Dogecoin. Я вчера продал. И только что купил. И также расставил ордера на покупку. По 0.53, 0.74 и 0.81. Прекрасно. Dogecoin. Расставлены. Uniswap тоже. Ethereum. Поставил. Bitcoin. На 54 тысячи стоит заявка. Нужно ли там еще что-то добавить? 6% падения. Не слабо. И посмотрите опять же на мои охеренные трейды. Несколько недель назад я всех предупредил. И продал Bitcoin. По 66. А затем я купил Bitcoin. По 48 тысяч. А затем я его продал. Вчера. Тоже перед падением. По 64 тысячи. Какие потрясные. Изумительные трейды. Давайте посмотрим еще на Bitcoin. Детальнее. Bitcoin. 58.900. Продолжает падение Bitcoin. Не останавливается. Походу идет на 54. Uniswap. Uniswap. Ethereum. Быстрое такое падение. Резвое. Ethereum тоже уже почти активировалась заявка. Я купил что-то сейчас уже. Ладно. Оставляем те ордера и ждем пока сработает. Это Bitcoin. На деривативах стоит заявка по 54. Биткоин опускался на 57.800. Давайте вернемся на график снова. Восходящий клин. Цель 54 тысячи. Да я пожалуй так и оставлю на 54. Лучший вариант на самом деле. Потому что мне кажется. Отработает как раз этот восходящий клин. Ровно так как я вчера и предсказывал. Опять же еще раз хочу проверить. Покупки на биткоине. Тут стоит на 54 тысячи. И затем на споте. От ордера расставил. Доджкоин, Доджкоин, Юнисвап, Биткоин. Да, есть биткоин на 54 тысячи. Может быть по текущей цене взять биткоина. Падение это было сильное все-таки. Вчера-то я продал по 64, а сегодня 59. Я честно говоря думаю, что все-таки биткоин продолжит падение к моей изначальной цели на 54 тысячи. Где там еще поддержки у биткоина. Одна поддержка там где уже и находится биткоин. Другая на 57. Еще одна поддержка на 56 тысяч 500 долларов. Ну хорошо, давайте все-таки возьмем полбиточка. По 56 500 поставим туда заявку на пол биткоина. Это на 28 200. Хотя я думаю, что все-таки ниже пройдет. Поэтому давайте на 0,2 биткоина. По 56 тысяч 500 долларов. Остальное оставим как есть. Там на 54 тысячи заявка. Да, вот она на 54 тысячи. На 3 биткоина. Теперь напомню, что под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализом. Все эти курсы пройдите. Каждый стоит 333 доллара. Ну а затем присоединяйтесь к моему телеграмму. И теперь переходим на комментарии. Это было забавно, конечно, читать такое. Несколько часов назад. Смотрите. Ты лучший, Джеймс. Я хочу вам показать. Это комментарий. Вот так тебе и вынесет. Кто-то написал. 19 часов назад. Джеймс, мы тебя любим. Большие новости на Рипле. Завтра снова скажет идем на 104. Он ржет, а я такой говорю ему. Нужно больше торговых объемов. Все было хорошо на выходных, но в понедельник ситуация изменилась. Опасно. Ну и вы сами знаете, что произошло несколько часов спустя. Доджкоин была цель 19 центов, а теперь цель 6 центов. Объемы тоже падают в этих восходящих клинах. Все нормально, пацаны. Завтра снова ждите. Сигнал на 104. Мне нравится читать эти комментарии, которые с меня тут ржут. Ну-ну. Джеймс, ты лучший. Продолжая в том же духе. Многие с меня тут прикалываются. А многие и нет. Мы любим тебя, Джеймс. Отличная работа, Джеймс. Не парься насчет хейтеров. Ты продал все, в том числе и на споте. Спасибо, Джеймс. Постоянно смотрю твои видосы, обучаюсь. Но не могу торговать, как ты, потому что налоги в Австралии. Но все равно большое тебе спасибо. Попытайтесь как-то отрегулировать свои налоги. Зарегистрируйте, может, где-то компанию или еще что-то в какой-то лояльной юрисдикции. Чувак, ты настоящий герой. Даешь такие советы. Торгуешь прям в прямом эфире. Снимаю шляпу перед твоим талантом. Большое тебе спасибо. И вам спасибо за такие слова. Джеймс, ты лучший. Мне нравится, как ты все объясняешь. Все предсказываешь. Сразу после того, как я посмотрел вчера твое видео, я заскочил в шорт на эфире и доджкойне. Ты мега криптомозга. Это было 9 часов назад. Оставили комментарий. И какое было падение потом. Как всегда, отличный сигнал. Спасибо, Джеймс. В прошлый раз ты тоже предсказал падение. Отличная работа. Поздравляю, поздравляю. Трейдеры довольны. Празднуют свою прибыль. После того, как я все предсказал. Я предсказал падение. Также присоединяйтесь к моему телеграмму. 49% прибыли, 87%. Это лонговал. Отскок, наверное. Чувак, он все позакрывал прямо в своем видосе. Я планировал зайти в лонг, но захеджировался. Просто потому, что он все продал. Настоящий мастер. Спасибо. Поздравляю. Джеймс, легенда. Снова оказался прав. Прекрасно. Теперь давайте посмотрим на твиттер. Растет у меня. Твиттер-то, кстати. Очень много активности. Столько людей. Такая активность. Сумасшествие. Я думаю, что меня вывели из теневого бана. Открыли снова мой аккаунт. Это мое предупреждение. 12 тысяч человек посмотрели этот видос. И 9 тысяч человек. Это было 9 тысяч 100 человек. Плюс 12 тысяч. Это сколько? 21. Почти 22 тысячи людей. Посмотрели мое вчерашнее видео. Видео с предупреждением, где я всех предупреждаю, что все будет падать. Это было 22 часа назад. И затем все упало. 110 миллионов долларов. На такую сумму было ликвидации. За последние 60 минут на рынке. Но нас не ликвиднуло. Хе-хе-хе. Потому что мы все предсказали. И все как раз и упало потом. Канал Simple Bitcoin вернули на YouTube. Их забанил YouTube. А потом по просьбам комьюнити вернул. Это фрагмент моего вчерашнего видео. Как я идеально покупал биткоин эфириум июня. Восходящий клин на биткоине. Цель 54 тысячи. Это я предупреждал вчера. Думаю, что меня вывели с теневого бана. Мое видео про биткоин посмотрели 13 тысяч человек. За 9 часов. Спасибо за такую активность. А теперь уже 22 тысячи. Вот сколько людей смотрят мои видосы. Каждый день. Поняли? Сумасшествие. Да. Вот то, что у меня в твиттере и мои гениальные сигналы. Прекрасно. Купить ли может быть битточка прямо сейчас? Давайте снова вернемся. На график там на 54 у меня стоит заявка. Так быстро прям упал биткоин. Давайте еще раз измерим, чтобы прям четко. Давайте посмотрим. Ну да, примерно. Короче, 54 получается на выходе из этого восходящего клина. Так, что еще? Или... Ну хорошо. Нет. Да. Давайте проверим. Бинбе. Не упал. Биткоин упал, а бинбе стабильный. Интересно. Давайте посмотрим на торговые объемы. Кто там откупает, не откупает. Опускался биткоин. Отскочил, но снова идет вниз. Хорошо. Оставляем все как есть. На этом на сегодня все. Прошлись по рынку. Еще раз всех поздравляю. Кто прислушался к моим сигналам вчера. Отлично. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Эфириум почти активировал мою заявку на покупку. Я думаю, что она пустится еще ниже и таки активирует. Да и все мои остальные заявки тоже. Всех люблю, обнимаю. Всех поздравляю. Отличный сигнал. Красава. Прекрасно. Но все еще на крупных таймфреймах. Там бычий флаг. Поэтому будем смотреть за рынком и потихоньку набирать. Всем хорошего дня и увидимся завтра.